Эх, хорошо, на улице тепло, у бабулик своя тусовка, как всегда в воскресное похоже, что-то их сегодня очень много. Смотрю, народ гуляет, гуляет, а у меня, зараза, одна нога оттекла сильно, блин. Думаю, как же я завтра-то, у меня завтра будет, девочки, важны события, которые разделят опять, наверное, мою жизнь на до и после. Потом сижу и волнуюсь, даже ручонки трясутся. Привет-привет всем, с кем не видел. Сейчас спасибо большое хочу сказать Жене, подписчица, написала мне личные сообщения в Телеграме, ну и комментарии тоже написала, я уже после увидела, про занятия с голосом, как не фанатека, короче, заниматься связками, восстанавливать. Первое упражнение попробовала, слушайте, это всё непросто, но так это вроде бы получилось, как бы ненадолго, так хватило эффекта такого, что, знаете, голос сразу раз прорезался, а потом раз опять пропал. Короче, это надо просто заниматься одного раза, конечно, ничего не получится. Я опять села, пригрелась на солнышке, думаю, ну что вам сказать, первым делом, знаете, что я хочу сказать, по вчерашнему видео, кто не видел, смотрите, субботнее, про то, что, ну просто достали реально, не то, что достали настроение спорта, оно не достает такое, как бы, оно же это не на постоянной основе, да, а просто я говорю, знаете, как будто такой радостный, такой, ушёл, 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 вам с какашку наступило, ну то есть вот так, да, но из всего этого тоже, знаете, там, о, вы такая злая, да я не знаю, но вы просто понимаете, что блогер же не робот, блогер тоже имеет право на свои чувства, эмоции какие-то, выражать своё мнение, имеет право, так же, как вы кричите всё время, мы имеем право сказать своё мнение, и блогер такой же человек имеет право сказать своё мнение, имеет, как бы вы там не хотели, из-под себя не выпрыгивали, имеет, вот надо было просто остановиться посреди дороги в машине и высаживать народ и всё, и плевать, что дорога узкая там, это как бы проблема индийцев, вождение волны, ну ладно, я чего сказать-то хотела, просто вчерашнего начались мне, ой, вы такая сякая, я от вас, я же говорю, я подозревала, потому что я вижу в статистике, у нас показывается, на какие каналы ваши подписчики ещё подписаны, и я вижу, что они как бы подписаны и там, и, ну, на какие каналы подписаны, да, поэтому я и говорю, те, кто от незабудки, пожалуйста, сразу можете и передать, и как бы, ну, то, что вдруг она не увидит, она вряд ли меня смотрит, то, что, ну, как бы мне, если хотите, если не хотите, не передавайте, я сказала и сказала, все, ну, а что меня порадовало, то, что отписались, сразу, значит, уй, мы от вас отписали, вот если бы вы не сказали, да, я бы не узнал, что вы отписываетесь, ну, точка, как бы, я там, скажем же, не проверяю подписчиков, но людям надо, блядь, нахлопнуть дверью, что, а, ну, то есть, сказать, заявить, заявить, ну, это ладно, ерунда, спасибо тем, кто вот именно был, как сказать, кто разделяет вот позицию вот этой блогерши, да, что вот там вот такая вся сякая несчастная героиня, мать там, все, да, и даже в личку мне стали писать, что там, ай, ты такая сякая, там, да как ты смеешь, ты покусилась на святое, понимаете, если для вас вот эта женщина святая, большое спасибо, что вы от меня отписались, то есть, я как бы представляла святыми вещи, да, совершенно другие, во-первых, кто ее канонизировал, кто ее в лик святых-то воспроизвел, это, ну, такой вопрос, знаете, это как бы, тоже, если вы там такие всеверующие, но помните, что у Библии так и написано, не сотвори себе кумира, а вы его сотворили, вызвали в ракцию, в лик святых почему-то, канонизировали, да, и все, теперь ей дружно поклоняемся, ну, ладно, это все равно, да, это ваши личные проблемы, они меня не так волнуют, спасибо всем, кто отписался, вот что я хочу сказать, я в своих подписчиках, знаете, у меня сейчас, по идее, да, блогер должен ценить, ну, каждого подписчика, ну, каждого, прям, вот за каждого цепляться-то, знаете, таких мне не надо, клянусь, вот таких мне не надо, что не дай бог вот такие вот, знаете, какие-то одержимые какой-то идеи, фанатики, такие, от них ожидать можно всего, что угодно, правда, ну, поэтому отписать спасибо большое, пришли, спасибо, ушли, большое спасибо, ну, так я вам могу сказать, просто серьезно, вот на полном, серьезе, огромное спасибо, что вы отписались, если вдруг еще там посмотрите, не надо больше подписываться, ничего писать, не надо, я вам не буду отвечать, для меня эта тема закрыта, все, я и мусолить тоже не буду, и так уже, вон, сколько времени опять потеряли, я, девчонки, что, переживаю, сижу на этот, думаю, давайте вместе переживать, что я опять одна-то, на это, завтра же мне назначили на утро какую-то пункцию делать, сижу и думаю, вроде как, я прочитала, вроде как специально, ничего, это, щитовидки, вроде никак специально готовиться не надо, ну, ничего такого там, не знаю, сладкого не есть, там, горького не пить, ну, такой вот, вроде ничего такого нету, единственное, что я переживаю, будут ли колоть, если у меня здесь покраснение на коже, но оно, в принципе, такое уже, просто, как бы, кожа розовая, ну, то есть она не такая, ну, в принципе, что там колоть, я посмотрел, когда, ну, просто укол, мне же из вены вот кровь брали, да, а там уже тоже кожа уже была покрасневшая, я когда анализы сдавала, ну, они, как бы, нормально взяли и ничего не сказали, ну, как бы увидишь, что-то обострение, и ничего не сказали про колорию, я думаю, здесь будут и делать, лишь бы не отказали, а то опять ждать придется, и думаю, все-таки по результатам, да, не то, чтобы я боюсь этих результатов, я уже думаю, моя жизнь опять разделится на до и после, если это будет что-то доброкачественное, тогда, как бы, ну, все нормально, тогда один план на жизнь, а если будет это злокачественное, тогда это уже будет совсем другой план, и опять, ну, не хочется, ну, так не хочется, так не хочется все это менять, не знаю, ну, короче, тяжело я немножко такая, не то, чтобы нервничаю, ну, нервничаю, да, полушку сейчас нервно оторвало, и все, ну, вот. А делать, девчонки, я не, ну, правда, делать с этим что-то надо, хоть как бы там не веселились, не это самое, я говорю, анализы, анализы, я не понимаю, что происходит, тоже вы мне, вот, ты там считаешь себя, да я не считаю себя здоровой, я не считаю себя здоровой, я понимаю, что происходит что-то странное, так, что при всех анализах, да, хороших, почему я не должна доверять, да, они хорошие, да, но все равно же что-то происходит, и это что-то надо найти, потому что я не могу меня, я уже стала один-два раза в день есть, начались отеки, начались отеки такие, что я их снять не могу, я мочегонную бью три дня подряд уже, да, в этот, и я не могу снять отеки, то есть я в туалет, без мочегонного, я извиняюсь за такие интимные подробности, я в туалет вообще не хожу, то есть никак не это, то ли из-за того, что я пить меньше стал, то ли из-за того, что кожа высохла и влагу вытягивает из организма, да, и мне тупо нечем, ну, как бы, это, короче, какие-то проблемы начались с выводом жизни, деятельности из организма, ну, такой вот, да, не знаю, не понимаю, и поэтому не надо там вот этих вот ваших, консимации, что, абсолютно, да и не абсолютно, это абсолютно здоровых людей. Я говорю, единственное, первый раз мне вот так вот накрылась этой вот херней, не знаю, зачем, за какие-то такие мои грехи, ну, за какие-то, наверное, есть. Даже на лице, я не знаю, видно на камере или нет, я сейчас на себя в зеркало смотрела, думаю, блин, лицо я мажу гормональной мазью, если все остальное я мажу лёгкой, то лицо я мажу гормональной мазью, но она, видите, как бы не сильно помогает так, не даёт разрастись, так скажем, и всё. Поэтому вот эти вот все, которые рекомендовали мази, они, да, хорошие, но они точечные, и они не факт, что помогут. Ладно, посмотрим, я знаю, про болячки, про болячки, знаете, про хорошие осень, осень. Всё, не знаю, будет она ещё долго тёплая или нет, но хочется прям выйти, и мне вроде как я уже могу этот... Завтра, после завтра контрольный выход сделаем. Вроде как уже получили что-нибудь. Хочу, знаете, купить шёлковый халат. Шёлковый халат. В этом халате, да, вот он вроде тёплый, вот знаете, тёплый был, он был для Испании, я же его там покупала, да? А там же я его надевала, этот халат, на что-нибудь, на пижамку там, на что-то, ну, на такое. То есть в Испании так холодно зимой, да что, ну, в квартирах, в смысле, отопления же нет, что, ну, то есть надеваешься на себя, там, допустим, трусишки, пижамку, сверху там кофточку какую-нибудь, и сверху на всё вот это надеваешь ещё халат. То есть вот так вот. Так, чтобы, знаете, в одном халате ходить, просто на голое тело, как бы обычный, ну, редко когда ходят. Ну, там, знаете, не там, туалета дойти быстренько, вот так добежать, ну, если там проснулся, когда-то так. Обычно его для сугреба надевают. А здесь-то я его ношу, ну, как бы на голое тело. И получается, что вот этот халат, он тёпленький, но он такой, знаете, он как-то махрово, вы объясните его, махрово, хлопчатый бумажный, ну, хб-шный такой, да, и он прям жёстко по телу шёркается, вот мне, ну, сейчас, по крайней мере, да, прям шёркается по телу, и прям этот аж, а зло паш от него идёт. Я вот думаю, а возьми тут, говорит, одень что-нибудь шёлковое, чтобы оно скользило под... А у меня нет ничего шёлкового. Я думаю, купить шёлковый халатик, что ли. А чё шёлковый? У нас же дома зимой тепло, в России, в смысле, можно и шёлковый халатик, да, приобрести. Кто где, у кого есть шёлковый халатик? Оп, я у меня не был никогда шёлкового халатика, шёлкового нет. Я всегда так обычно, ну, тоненький там, допустим, какие-то, или туники, или ещё что-нибудь, не знаю, в шёлке, как дома ходить, в шёлке. Ну, короче, девочковые проблемы, не одна, так другая. Вылезаю. Вот так вот. Всё. Пью я кофе. Он, конечно, здесь застывает, но сейчас ещё не так. А утром кофе застывает моментально. Причём я уже сидела сюда с утра, думала, даже, ну, в шубке вот так выхожу холодно. Думаю, блин, как бы утеплить балкон, хотя бы на одну зиму, чем бы таким дешёвым его утеплить, чтобы... Потому что здесь вообще просто, знаете, как старые эти, я уже показывала, ну, вы видите, вон, рама, да? Просто алюминий и стекло. И вот такие щели между алюминием и стеклом. Чтобы стекло вот так вот не дрызгалось, я к нему подставляю эти бумажки. И, короче, вставляю, чтобы он не мотылял. Вот. Ну, соответственно, этот... снег-снежок был в прошлый раз. Снег-снежок. И тут, понятно, всё насыпается на это. То есть стёкла-то я закрою, вот эти вот сейчас, которые открыты. Ну, теплее-то от этого не станет. Единственное, что снег будет поменьше извлекать. Ну, и там дождь. А как утеплить, не знаю даже. Или себя как утеплять, чтобы здесь... Я не могу, девчонки, правда, честное слово. Я не могу жить без балкона. Как? Я не знаю. Что самое такое... Как? Я раньше жила без балкона. Я говорю, мы жили на первом этаже, да? Я жила лет 20, наверное. Да не, не 20, а 15. Как мы жили без балкона? Не знаю, я вообще даже не представляю. То есть вот его не было когда, я и не замечала. Как только я его пожила, попробовала, так всё сразу, как этот стакан мне стал нужен. Короче, я не знаю. Теперь у меня главный критерий в квартире вообще всегда балкона. Даже пофигу, там что развалы будут, что-то... Балкон. Ну это да, от климата тут зависит. Ну короче, так. Такие-то болтушки ещё не могу прям. Я прям чувствую, что всё уши, всё у меня всё вот. Вот так вот сделала даже, видно этим. Видно, да? Вы умеете вот так делать? Косенька. Её умеет. Короче, видно, что... Это я с детства так у меня. Видно, что этот... Фу, блин. Шелушится как будто где-то. Краем глаза я вот так вижу, что как будто шелушится. Ой, невозможно. Ну ладно. Не буду вас много сегодня забалтывать. Вчера много заболтали. Пожду. И до этого много... Ой, заболтали. Видите, как он болтал. Уф, уф, уф. Ну ничего, конечно, конечно, ничего здесь делать не буду. Такого активного и большого. Ой, зачем так близко сделала? Вот. Ладно, все решения на долго или на быстро будут зависеть от завтрашнего дня. От результата. Ну, конечно, завтра-то ещё не будет результата. Завтра только сделаем. Там ещё сколько-то дней надо, чтобы анализ был готов. Что-то дней 10, что ли. И там уже будет видно. Потом ещё пока к врачу. Пока туда-сюда потанцую. Короче, ещё недели-две, наверное, как минимум пройду. Но я себе нервы вытряплю за это время. У-у-у-у. Просто до невозможности. Ну ладно, девчонки. Всем хорошего настроения. Не болейте. Не болейте. Ой. Ой. Я вот ещё думаю, как бы телефон-то с балкона не уронил свой единственный. Телефон, кстати, хоть второй купить. На всякий случай. Ну, как у приличных блогеров по два телефона, а у меня один. Ну ладно, всё. Всем хорошего настроения. Не болейте. Будьте счастливы. Пока-пока. Увидимся.